Далое ему надо. Что это такое? Жвачка? Конфетка. Начинается. У тебя сразу, видишь, нормальная картинка. И сразу качество 720p. Я первый. Первый я, Тим Семенов. Господа, мы тестируем микрофоны, видео, как нас слышно, как нас видно. Прием, прием. Что со звуком у нас сегодня? Присутствует эхо или нет? Присутствует эхо или не присутствует? Как качество картинки? Четко. Все четко. Дань, поговори что-нибудь слышно. Как меня слышно? Вопросики задавать, чтобы были четко. Все окей, пишут. Все окей, только изменение окей. Что такое? Эхо нету. Случилось? Игорь Негода Так, у тебя зелёный. Они коннектятся. Сейчас я другой микрофон поставлю. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok чё там кашу маслом не испортишь сказал тракторист и вылил отработку в речишное поле может быть и так слушай ну давай уже дядя лёш теперь у нас другая проблема звук идет впереди видео звук идет впереди видео но пока только один человек на это пожаловался поэтому ждем статистику 7 родного не ждут нет 46 просмотров зрителей у нас сейчас как только мы соберем 45 жалоб мы может быть нет а как это определили по губам читали я не понял дядя лёш видимо настолько теперь быстрый интернет у нас читайте по губам что впереди звук или картинка петлички вы просили мы купили что со звуком говорят хлопнуть перед камерой ну-ка ну как все сдан все идет отлично сколько стоит балансир вал и алексей юрьевич в районе 15 рублей вы же понимаете у меня свои цены на это поэтому почему вы их купите я не знаю монтажную пасту морали что есть монтажная паста вот такую штучку да мы используем монтажную пасту но только для того чтобы собирать контрактные моторы то есть этот такой некий консервант то есть для сборки мотора который завтра побед будет работать смысла нет 15 рублей за два балансира все верно не закусывает туго да нормально достанет балансир про пролей еще раз втулку третью опору прям побольше побольше туда подожди справа с поросенком добрый вечер всем подскажите пожалуйста все в чем отличие гбц 1 и 8 cdb от 2 0 ген 2 можно ли поставить на 18 никаких отличий нет сама болванка головки блока одинаковая как случае 18 так и 2 направляющие тоже одинаковые как по вкусу так и по выпуску на впуске бронза на выпуске металлокерамика зазоры направляющих тоже одинаковые 60 должны быть то есть диаметр внутренний диаметр направляющей 60 и без вариантов отличаются что отличаются клапана выпуск выпускные тоже одинаковые клапана выпуск различаются и пружины более жесткие пружины на двушке стоят опять же только по выпуску то есть основное различие 2 это выпускные клапаны чуть больше масла и все крутится хорошо это выпускные клапаны и пружины опять же выпускных клапанов читаем дальше алексеевич ребята пробег сто семьдесят восемь тысяч двигатель cg eb балансиры наверное стоит сразу приобрести мне верно готовлю все запчасти капиталки у вас обретите два распределительных вала в этом будет смысл балансиры ну что балансир мы показывали в прошлой части в прошлой трансляции балансира они на самом деле очень простая конструкция они на подшипниках не скольжение качения то есть там вот нет вот таких вот прям вот условностей еще раз пробег сто семьдесят восемь тысяч сто семьдесят восемь тысяч да все нормально с вашими балансирами не переживайте а вот два распреда можете уже закупать потихонечку не сегодня так завтра они вам пригодятся поверьте диаметр цилиндров на 20 такой же тем все то же самое восемьдесят два с половиной стандарт 82 75 первый ремонт 83 это у нас второй ремонтный размер дед илёш тут у нас про спрашивают можно ли у нас поменять сальники распредвалов на пассате но дизельным сальники распредвалов поменять можно на пассате но дизельным не проблема на самом деле надо разобраться по какой причине они у вас потекли чтобы не получилось так что я к суслику приехал сальник поменял он как тек так и и и дальше продолжает течь можно болт болт в болт поставить гпц от кава на cd а.б. верно не проблема ставить следующий вопрос тигуан 20 с автоматической коробкой передач полный привод второго поколения замена сальника коленвала лучше двс скинуть или а кпп с раздаткой вообще ну нам конечно проще скинуть двигатель у нас это быстрее времени займет вот нежели чем скидывать коробку но по-хорошему надо скидывать коробку за сколько мы снимем двс на полном приеме час через их худших раскладах вообще при худших раскладах и уже спокойненько на земле поменяем сальник ну как бы мы обычно так и делаем да если уж снимаем мотор меняем сальник меняем цепь чтобы не просто такого снять алексей юрьевич видел используете зеленый герметик для крышки гбц можно применить герметик наш отечественный отечественный авто сил видел на этом герметике был приклеен поддон без единого болта и поддон держался не единой капли мне сегодня звонил товарищ один и говорит алексей ну как же так поддон сняли поставили и надо чтобы машина сутки сохла я говорю не надо чтобы машина сутки сохла вы берете вот такой вот герметоз и все и там условно через 20 минут вы можете запускать все у вас будет хорошо авто сил да не надо авто сила честно не мешайте машине работать ваш авто силу он крошится он крошу он раскрошится то что выдавит наружу хорошо то что выдавить на внутрь картер двигателя забьет масло приемник со всеми вытекающими еще раз вот вот герметоз на который мы собираем абсолютно все соединения привалочные плоскости наносим его поэтому зеленый герметик зеленый герметик тоже отказались правильно тимур вот не работает после замены направляющих зеленый герметик не работает поэтому перешли на силикон ренат тут делится отзывом про бор ханка вообще отбор ханк ставил много продукции на свой посад это балансиры приводные валы стартер масло отделителя хватило на 60 тысяч пробега также ставил вакуумный насос все в целом ходит долго борт-журнал есть отлично давай по порядку балансиры 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 окей одобряю дальше стартер не знаю маслоотделитель нет приводные валы приводные валы и вопрос ренат поясните нам пожалуйста что там за приводные валы такие и вакуумный насос вакуумный насос больше нет чем до приводные валы что вы имеете ввиду так дядюшу расскажи про бюджет данного двс бюджет данного двс помнишь а где у нас шпаргалочка моя короче 200 200 тысяч рублей там бюджет без замены давайте чуть позже соберем двигатель чтобы не пугались да ты какого хрена смотреть в 260 не будем смотреть зачем нам такое смотреть мы соберем двигатель кто-нибудь из моих помощников сбегает за моей шпаргалкой и мы все вам расскажем про бюджет и по поводу приводные валы это шрусы а вот шрусы и только да по поводу этого до обеими руками и ногами да и головой благодарят нас за ответ по cg и какие брать распредвалы оригинал или посоветуйте альтернативу машину оставлять планирую еще надолго под собой если хотите оставлять машину надолго то только оригинальные распреда подожди 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 а вкладыши ты чего у нас за вкладыши сегодня давай 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 мы же сегодня эксперимент делаем у нас балансиры барханка и для полноты картины убери палец вот у нас еще и вкладыши барханг сегодня ну если уж это самое помнишь то про королеву до воровать так миллион сношаться с королевой и если уж ставим балансиры почему бы не поставить вкладыш да да все как-то так аккуратно алексей юрьевич сильно ли уменьшится ресурс двигателя cdb если установить прошивку стейдж 1 то есть добавить 30 лошадиных сил да не сильно он уменьшится а почему он должен уменьшиться ресурс двигателя и что вы подразумеваете под ресурсом если вы боитесь что у вас поршень сгорит да бог с ним пускай горят они они на стоке горят точно так же вот моем понятие ресурс двигателя это целостность головки блока распреда в постели вот что вот за что надо переживать а все остальное да хрен с ним все ремонтируется немножко ускорься да а то это самое у меня батареек не хватит до подробно хотел каждый вкладыш показать не читаем дальше нет да 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 конечно нужно ли чистить впускные клапана от шубы на двигателе cdb на каком пробеге шубу на условно шубу да в том или ином количестве на двигателе с непосредственно впрыском вы можете найти искать там каждые 15 тысяч вот вы ее почистили вот мы мы ее почистили в пример на этом моторе да пожалуйста нет нагара и не на впуске не на выпуске спасибо вот но поверьте нас вот через 15 тысяч здесь будет нагар везде и на поршнях и в камере сгорания и со стороны пуска и со стороны выпуска в работу хоть отбавляй тимур олегович владельцы двигателя саха тебя не собираются просто так отпускать до тигуан саха 210 тысяч пробег масло фильтр каждые пять тысяч чистил недавно клапана нагар мокрый то есть разбиты втулки вот так втулки направляющих я так понимаю он имеет у турбины продольный продольный люфт минимальный поперечный только начал сдевать стенку когда на ремонт у нас пятница окна есть да и дай-ка я на тимура засмотрелся еще еще раз прочитать что-то по сахе 210 пробега масло фильтр каждые пять тысяч чистил недавно клапана нагар мокрый то есть разбиты втулки разбиты втулки очень правильно мокрый нагар на впуске это разбитые втулки причем на сахе они бронзовые как по пуску так и по выпуску пора вам пора к нам 210 тысяч пробегов у меня до кста еще не ела масло у тебя она была просто халявный ты это не замечал тимур если ты его покупал каждый раз по литрушке алексей что ты скажешь про мотор 20 бп джей старенький мотора что про него сказать что интересно просто как мотор допустим надежными нет ничего не скажу у нас их нет на таком потоке да и слава богу наверное что нет я для что производитель борханга производитель борханга кто сейчас вообще все производит дядьки не надо думать что борханг это какой-то там завод на котором производят все от коленчатых валов до вакуумных насосов это неправильно то есть нет такого производителя давайте скажем что борханг эта компания которая берет деталь ну во первых ищет конечного производителя тестирует продукцию и запихивают эту продукцию в свои зеленые коробки борханг сам по себе ничего не производит так же как и оригинал оригинал тоже ничего не производит давайте так то есть кто-то делает колено кто-то делает распреды кто-то делает балансиры а кто-то запихивает это все серые коробки Ну, Борханг подумал и сказал, а почему бы мне не запихнуть все это в зеленые коробки по такой же схеме? Чем я хуже Вага, например? Поэтому Борханг – это не производитель. Например, в зеленых коробках Борханга лежат, очень неплохо лежат вкладыши Колбиншмит. Причем правильный Колбиншмит там лежит. Алексей Юрьевич, просит дать ответ. Уезжаю на полгода за границу, что делать с машиной? Мотор, который будет стоять в гараже. Мотор TCI EA-38. Привозите машину к нам, мы будем ее раз в неделю запускать. Прогреваться. А потом еще и мотор переберем, Виталий Свалович, подсказывай. Давайте так, у нас с вами чугунный блок цилиндров. Когда-нибудь оставляли машину в дождливую погоду на ночь и утром, подходя к машине, видели ржавые диски. Вот через полгода в камере сгорания будет то же самое, что на ваших тормозных дисках. Так или иначе, в двигателе, в картере двигателя, в камере сгорания скапливается влага. Эта влага оседает на стенках цилиндра. Стенки очень-очень активные. Поэтому зачастую, особенно сейчас, после пандемии, да и во время пандемии, люди все на удаленке, машины стоят. Вы думаете, от хорошей жизни мы сейчас практически на каждом автомобиле блоки точим? Нет. Машины стоят, образовывается коррозия, образовываются раковины. Это плохо. Машина должна работать. И чем больше она работает, тем это лучше. Подскажите, пожалуйста, мотор CCZ, 2014 год, пробег 123 тысячи километров. Есть ли смысл чистить впускные клапана и менять пластинки фазорегулятора? Бензин только сотый лукойл и замена раз в 7,5 тысяч. Езда 90% по трассе. А про цепочку там что-то сказано? Нет. Ничего не сказали про цепочку. Вот замену лопаток лучше всего совместить с заменой цепи. У нас, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня была машина. И вроде бы как бы все так вот не особо тихо работает. Но 4 канавки. Можно было бы поменять сегодня лопатки, завтра цепь. Но мы отказались заниматься этим. И сказали, ты потерпи еще немножко со своим дизелением. Приедешь на замену цепи, мы тебе при замене цепи поменяем лопатки. Это по поводу лопаток. То есть подгадать под обновление цепного привода желательно. Следующий. Что там еще хотели? Котелки какие? Почистить клапана. Почистить клапана впускные. Ну, раз в 100 тысяч. Опять же, если уж вы заезжаете на замену цепи, если вы условно готовы оставить машину на целый день, да, иной раз мы тоже этим занимаемся. Ну, опять же, не просто так, а при каких-то мероприятиях. Например, пришла машина на замену помпы, да. Мы коллектор сняли, чтобы нам до помпы удобно было добраться. Окей, при съеме коллектора почистили клапана, не проблема. Приехали вы на замену цепи, одновременно лопатки. Ну, и если время, деньги, желание есть, пожалуйста, можно нагар почистить. Да, Леш, цепь он менял в 90 тысяч пробега, это 33 тысяч километров назад. Поэтому под цепь тут, наверное, не подгадать. Под цепь не подгадать. Тогда получается другая ситуация, классическая. Назовем ее так. Сначала вы едете менять цепь, потом вы едете менять лопатки, потом вы едете чистить нагар на коллекторе, потом вы меняете помпу, еще что-нибудь. У вас там турбина какой-нибудь, клапаночек, а потом вы едете на капремонт двигателя. Условно, к чему я вас сейчас подвожу. Да, терпите уже, может быть. Поверьте, на вашем ЦЦЗ сейчас вот вы до 150 докатаетесь, и вы выйдете вот на то же самое. И когда мы выйдем с вами на ремонт двигателя, отлично поменяем вам лопатки, не проблема. Нет, конечно же, если очень сильно напрягает дизеление, можно поменять лопатки. Либо длинный путь, либо короткий. Тим, колено. Помазал, да? Алексей Юрьевич, что будет с машиной, если ездить с жором масла литр на тысячу? Фатальный ли или надо быстрее капиталь? Двигатель ЦДАБ, пробег 100 тысяч километров. На тысячу вы сейчас поедете весной на шашлыки и сожжете свой поршень. Вот я вам гарантирую. Какого год машина? 12-го. 12-го сожжете однозначно. Сначала у вас сгорит свечка, вы напишите отчет на драйве, ой, я только что поменял свечки, и у меня почему-то они сгорели. На следующий день у вас сгорит поршень. Очень советую не превышать скорость выше 120 километров в чаш, чтобы мой Нострадамус не сбылся. Тут вот пишет Тим Семенов. На пробеге 143 тысячи залез почистить нагар на двигателе ЦДА. Нагара, можно сказать, не было. Пробег 2-3 за город по трассе, я так понимаю, машины ездят. Тим, покрути, пожалуйста, колено туда-сюда. Сейчас, Дань, у меня тут 2-х литровый мотор. Нет. Давай, опусти вниз, по-нормальному засунем. Что говоришь? Ну вот человек на 143 тысячах залез на двигателе ЦДА почистить клапана, а нагара, можно сказать, и не было. На 140 тысячах у вас уже пошел маслажор. И происходит регенерация. То есть потоки масла, они отмывают скопившийся на клапанах нагар. Машинка трассовая? Может быть, я и ошибаюсь в данном случае. Если машина трассовая, может быть, я и ошибаюсь. Может быть, вы просто ездите по трассе, и у вас продувка нормального работает. Этого хватает для очищения? 211-ти сильный мотор. 2-0, ЦЦ, я так понимаю. Сильно ломучий? Точно так же, как и любой другой мотор серии Я-3-8. Тут вот Алексей Юрьевич подтверждает, что это правда. Часто вижу жавые стенки на чугуне-не. Машины стоят. Пандемия давала о себе знать. Не только на Я-3-8. Любой чугунный, да даже алюминиевый блок возьмите, в нем все равно чугунная гильза. Так, что, попробуем? А чем можно почистить головку от нагара? Ручками, все ручками. А какие у вас варианты есть? У нас есть садоструй, у нас есть щетки металлические, у нас есть лазером пробовали чистить. Да все варианты хороши. Или вопрос другой. Снять коллектор, почистить? В этом смысл вопроса. Как ответят, прочитаю. Гадлёша, разбирается ли распредвал ЦДАБ? Можно ли снять ступицу фазорегулятора, центральную часть? Нет. Причина – изношена задняя крышка фазорегулятора вместе фиксатора. Изношена задняя крышка вместе фиксатора? Да. Нет. А пришлите фотку износа, очень интересно, что вы считаете износом. Ватсапом пришлите мне фотографии вашего износа. Просто очень многие думают, что это износ, а это на самом деле золотая проточка. Вот про двигатель ЦДА-1,8 пишут 12-го года, 67 тысяч километров пробег. При запуске холодного двигателя на две минуты появляется хрюкающий звук. По мере прогрева исчезает. Куда смотреть? Никуда не надо смотреть. Свинка. Свинка – это так работает редукционный клапан масляного насоса. По мере прогрева масла масло становится менее густым, и тонну клапана надо меньше стравливать. Убери масло. Дядь Лёш, вот пишут, договорился Алексеем сегодня по поводу понизить температуру на Ген-3. Угу. Говорили. Угу. Ну, хвалят, хвалят. Мне, дядь Лёш, по поводу трассовой машины, то, что, ну, чистили клапана, да, и всё чисто. Масло жора нет, езжу быстро. Масло. Трасса, продукта работает. Ну, у нас же условно не все по трассе ездят. А трассляцию смотрят все. Ну, это не все, а вроде бы, наверное. Все ставят свечи с одним электродом. Я всё время оригинальные свечи с тремя. Ваше мнение. А у меня с шестью стоят. Чё, серьёзно? Чё, по-моему, электродов? Дядь, шесть или пять. Да, там. Там англой нет? Да, в моём понимании, чем больше электродов, тем меньше тепловая нагрузка на свечи. Вот я на это делаю ставку. Я понимаю, что, калинь, число, все дела, холодные, горячие. Вот честно, вот в прошлой трассляции я говорил, что есть дядя старых правил, и в этой трансляции скажут. У меня понимание одно. Электроды свечей горят. Вот та типовая нагрузка, которая приходится на один электрод, у кого-то приходится на два, у кого-то на три. У меня, если мне память не изменяет, пять, по-моему, или шесть. Не помню. Могу открутить свечки, сделать фотографию. Получается, БСЕ подумали в этом плане. Конечно, форсированный мотор. Добрый вечер. ПЕА-211. Ситуация не изменилась по поводу ремонтных поршней и расточки блока не образовалась? Блок все так же на выброс. Скажу честно, я заказал производство ремонтные поршни на 1,4-211. В каталогах Мале они появились. В каталогах Калубеншмитт они не собираются появляться, поэтому сколько можно ждать, сколько можно менять блоки. Поршни заказывали. 750 тысяч рублей, насколько помню, обошлась первая партия, ровная. Только машину не такие деньги покупали. Что ж. Ну, давайте так, номинал от этого производителя мы попробовали, попросили сделать нам первый ремонт. Пойдем. ПОДПИШИСЬ! 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 Недолго сможем провещать с микрофоном. Это 3% микрофона. Сели? ПОДПИШИСЬ! Вот плохо понимаю вопрос. Двигатель ЦДАБ. Механизм на штоке рабочего цилиндра сцепления протерлась упорная пластиковая проставка. Металл трет вилку. Как вы поступаете при сборке в таком случае? ПОДПИШИСЬ! 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 Как сделал? Протягиваешь. Это не потом. Какие моменты он вытранивает? Без дворов. Без. А я уже третий с дворовом. И часть я уже обманываю. Обманываю. Пока стал бы он здесь приезжать. ПОДПИШИСЬ! 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 Человек, который спрашивал про консервацию автомобиля на полгода, пишет, что у него 150 тысяч пробега. Все нормально. Горе-мастера говорят, что мотору скоро конец. Правда ли это? Или хотят обмануть? 150 тысяч пробега. Горе не горе, а правда жизни есть. Алексей, петличка отказала. Петличка отказала. Все, отключаем. Включаем это. Да, выключай. Правда жизни в этом есть. Есть ли у нас звук? Ну-ка скажите. Петличка, все хорошо. 150 тысяч пробега, ген-3. У вас точно такие же поршни, как и на любом ген-2. С точно такими же коробчатыми кольцами. ген-3. что греха таить? 150 тысяч, и если еще учитывать, что вы раз, раз полгода бросаете машину на полгода, ну или хотя бы один раз, да, вы скоро приедете. и скорее всего на вашем ген-3 придется делать то же самое, что сейчас делает Тимур. это менять поршни с расточкой. Леша, как будет возможность у тебя фотографию свечей своих? Инстаграм, сторис, куда-то. Ну, я не буду делать отдельную публикацию своих свечей, они где-то у меня точно есть. Я просто подниму это в сторис. Давайте так. Имеет ли смысл выделять опору на ген-2? Сюда бенфер стилактически, так же, как вы рекомендуете на ген-3? На ген-2 другая конструкция опоры. Дань, достань мне, пожалуйста, две опоры. Ген-2, ген-3. Мы сейчас покажем, в чем отличие, пока Тимур ставит цепь. Опора ген-3. Давайте начнем с ген-2. Давайте начнем вот с этого отверстия. Отверстие, в котором вращается распределительный вал. Отверстие маслоподачи. То есть, маслоподачи в опору выполнено в виде отверстия. Вся остальная площадь поверхности внутренняя это рабочая поверхность, и она достаточно широкая. Здесь что? Здесь в свое время инженеры рассчитали, где можно сделать канал для смазки, где его можно продолжить, а где нельзя. То есть, когда цепь работает, когда работает распредвал, то основная нагрузка приходится вот на эту стенку. Вот эта стенка не работает. Это видно. Когда снимаешь опору, условно есть рабочая поверхность и вспомогательная поверхность. Вот во вспомогательной поверхности этого отверстия они сделали масляный канал. Рабочую трогать не стали. Здесь вообще ничего не стали трогать. Здесь просто сделали масляный канал. Что же сделали на ген-3? На ген-3 сделали масляный канал в виде отверстия с одной и с другой стороны. И сделали практически законченный канал по всей площади. Что у нас происходит? Вот эта вот поверхность это уже опора нового образца. Слава Богу, она более широкая. Опоры первого образца, они были с еще более широким масляным каналом. То есть, на вот эту вот рабочую поверхность прилагалось и прилагается до сих пор очень большое удельное давление. То есть, по принципу снега и лыжей. Чем шире площадь рабочей поверхности, тем меньше на нее давление прилагается. А у нас канал. Канал слишком широкий. То есть, изнашивается. Изнашивается что? Сама опора, понятное дело. Да бог с ней, она 10 тысяч рублей стоит. Изнашиваются первые две опорные шейки распределительных валов. А вот распреды, это уже очень дорого. Если вовремя не поменять распреды, мы выходим на замену головки. Это еще дороже. Алексей Ильич, на день третьих по-моему, у служора нету со 100-11 тысяч? Все зависит от того, как на этих, в день третьих ездить. Как и где. То есть, если вы ездите по трассам, вот как вот, сколько там, 150 тысяч пробега, и нагара даже на клапанах. Нет, это один момент. Если вы ездите по городу, почему бы и не столкнутся с маклажором мы провели 120-150. Можно. Двигатель БЗБ, пробег 270 тысяч. Начал замечать легкое некритичное масляное запотевание на крышке ГБЦ. Маслоотделитель старой ревизии. Я хоть и заядлый вагаюзер, но решил спросить, начинать с замены маслоотделителя? Ну, маслоотделитель вы уже должны при пробеге 270 поменять пять раз, наверное, на своем БЗБ. Ну, а не пять, а два с половиной, так точно. Вот. Начните, конечно же, с замены маслоотделителя. Поставьте версию АДЖЕЙ. Другой вопрос. 270 тысяч пробега это надо учитывать. Какие бы ни были у вас хорошие поршни, какие бы ни были у вас условно хорошие направляющие 270 тысяч пробега. Тут уже изношено все. И блок цилиндров, если будет ремонт, то это под разточку. Понятное дело, поршни, кольца ваши высокие, с правильными гренажами 270 тысяч. Ну, все, это уже... Дальше. Поднимаемся выше. Головка блока, направляющие. Бок с ними, с направляющими. Клапана надо посмотреть. Сверху клапан. Маслоотделитель это то, с чего вы все начинаете. Потом вы скрываете поддом. Кто-то там, когда-то, и я в свое время писал, что вот этот клапан что-то тоже может решить. Да? Показываю, не вижу, что показываю. Вот эта вот хрень, да? Можете попробовать ее поменять. Но это все таз с зубном вокруг умирающего. Это, как говорил Сабри, подорожник, по слову, в ногу. Я запомнил. Тут нас интересуются опоры с прошлого стрима, которые оказались в ведре. Ага. Упаковали ли мы в оригинальные коробки? Ну, а как вы думаете? Мы сервис построили, вы думаете, мы так же просто взяли у нас у всех это кредитный программ. Конечно, упаковали. Будем продавать. Как вы думаете? Двигатель 1,4 Саха. Подскажите, какой монтажный зазор в поршень гильза? 1,4 Саха. Я привожу в пример постоянно зазор этого двигателя. 2 сотые. У тебя, кстати, Тимур поршни стучали. А с завода у тебя 2 сотые. Вот мы сегодня собираем мотор. Здесь 5 сотых. Мы, наверное, в понедельник будем собирать один очередной Ген 3. Возможно, даже с вами. Там 9 сотых зазора. А на Сахе 2 сотых. Вот как-то так. Вроде один и тот же концерн ВАГ. Одни и те же ТСА моторы. А вот такая разница в зазорах. Кстати, если вы какому-нибудь дедушке скажете, что у вас 2 сотые, он скажет, ну да, это нормально. А вот если вы ему скажете, ну я имею в виду дедушке механику, что у вас зазор 9 соток на поршне, который вы пихаете, он скажет, ты дурак что ли? Это уже точить надо блок цилиндров. Какой? 9 соток. А вот такие сейчас зазоры. Что, подвисло? Тут спрашивают, можно ли к нам учеником прийти? Ну, можно. А сделай качество похуже немножко у себя. Насоси. Втулочки на месте. Ты прикинь, как это придется. Две сотки на сторону? Нет, все нормально. Ой, вот затрудняюсь сказать. Да, да, скорее всего. Все, носок оригинальный, все, как надо. Дедушка, помнишь свечи? А оригинал уже у тебя? Чего-чего? Орига. Это оригинальный свечи? Нет, нет, это не орига. Нет, уже не орига. Раньше были четырехконтактные орига на китайский рынок. А эти... Бриск? Бриск, по-моему, да. Какие-то бриск. Здравствуйте. Были у нас эксперименты с установкой на то, что ген-1 на ген-3? Да. Нет, ген-1 на ген-3. А, то есть вы вон как завернули. Нет, такого мы еще не делали. То есть условно взять двигатель БЗБ, а мы не возьмем. У нас средняя часть не позволит. С ген-2 на ген-3 можно поставить, а на... Так, средняя часть у нас там своя же идет, да? Да. А мы не поставим эту среднюю часть на блок ген-3. Не поставим. Там возможно... Нет, 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 у нас каналы идут. Нет. И у вас, наверное, тоже не получится. Могу ошибаться. Нет, может, конечно, и получится, но я бы не рисковал. Алексей Юрьевич, есть ли у вас список запчастей с каталожными номерами для капитального ремонта разных двигателей, а именно ЦДАП, именно с вашими рекомендациями по запчастям? Есть. И вы думаете, чем я целыми днями занимаюсь? В день я отсылаю по списку. У меня на рабочем столе есть закладки на все случаи жизни, поверьте. С завтрашнего дня. Касательно. Это через тебя. Ну, через меня два. Через Тимура два, через меня три. Ну, шутка, на самом деле, и по поводу опор, которые мы обратно завернули, и по поводу того, что косарь. Но в каждой шутке, на самом деле, есть дело ни хрена не шутки. Ну, давайте так, продавцы запчастей, вы приходите и говорите, мне надо подобрать. Они говорят, что значит подобрать? Вы хотите купить? Если вы хотите купить, мы вам подберем. Если просто подобрать, то это должно что-то стоить. Честно, моя работа сейчас заключается в том, что я вот сижу, вот сейчас я снимаю, а так я переехал в офис, я сижу и бесплатно консультирую и рассылаю всем на почту списки запчастей. Вот, честно, докатились. У меня вот, опять же, вы спрашиваете, можно ли приехать на обучение? Можно, но у меня приезжают студенты, и они говорят, Алексей, а что так можно было? Я говорю, да. Что можно было? Говорит, просто снять трубку и позвонить, спросить. Я говорю, да. Он говорит, а зачем же я тогда за 1000 верст приехал? Возможно ли отправка на двигательный капитал посреди он? Возможно. Возможно, многие так делают, но, говорю сразу, в основном хотят прислать двигатели те, ну, колечки-то вы и сами у себя в регионе поменяете, да. Присывают моторы те, у кого убитые головки, у кого убитые распреды. В надежде на то, что мы здесь, в Москве, что-то сможем предложить варианты восстановления. Не сможем. Можно прислать? Можно. Если у вас... Вы даже можете сами у себя снять постель распредвалов, посмотреть вот эти вот посадочные места для распреда. Если там все хорошо, окей, присылайте, все остальное мы сделаем. Если все нормально с распредами, если все нормально с постелью, да, с этим мотором еще можно работать. Специально заострил на этом внимание. Не так моторы хрюкают, которые запускаешь на холодную. Мы это тоже называем хрюшка, но это немножко другое. Это прогоняется масло по масляным каналам. То есть поставили масляный насос. Понятное дело, что он сухой и не надо спешить закрывать поддон, мазать герметик. Да, вот Тимур сейчас правильно сделал. Он залил масло и покрутил масляный насос, похрюкал, прогнал. У нас сейчас все каналы заполнились маслом. Приезжайте. Приезжайте. Я планировал, что изменение конструкции цепи, звездочек, натяжителя позволит ездить хотя бы... Ну, условно, если вы до нас проехали 100, то вы и после нас, независимо от того, поменяли мы вам комплект или еще что-то. Лучше перестраховаться, лучше приехать поменять. Понятное дело, что сейчас возможно можно уже не ремкомплект поставить, а взять только лишь цепь из этого ремкомплекта. Ну, на крайняк натяжитель, на крайняк планки. Не надо отдельно покупать там звездочки, регулятор фаз. Да и комплекты сейчас подорожали. Если одному из первых ставили, тогда он стоил в районе 15. Сейчас он уже 35 стоит. Подумать. Надо разобрать, подумать, посмотреть, по какому принципу в очередной раз менять вашу цепь ремкомплектом или уже просто купить цепь отдельно. Анаэробный герметик спрашивает, по какой причине мне отказались? Анаэробный герметик спрашивает, по какой причине отказались от анаэробного герметика. Сейчас я вам расскажу. Каждая головка блока сейчас у нас проходит через замену направляющих. Анаэробный герметик, соответственно, вот сюда, вот в этот желобок наносится. Головка при замене направляющих так или иначе нагревается. Нагревается она, может быть, не так сильно нагревается, но когда... Вы тоже сейчас будете правы, да, скажете, что ведь при работе двигателя головка тоже нагревается. Соглашусь. Может быть, при замене направляющих она даже не так сильно нагревается, но у нас нет здесь постели. То есть, когда двигатель работает, головка, она греется вместе с постелью. И привалочная плоскость головки не уходит. Когда ты греешь головку отдельно, уходит привалочная плоскость. Соответственно, вот в этом месте уже анаэробный герметик зеленый, какой бы он ни был красивый, дорогой, приятно пахнущий, он не работает. Только силикон. После замены направляющих, если вы хотите стопроцентный результат, то только силикон. Почему при запуске мотора при нагреве катализатора происходит не всегда, а порой и вовсе, крайне редко? От чего это зависит? Условия. Температура воздуха, температура охлаждающей жидкости. Эта функция живет своей жизнью. Единственное, могу подсказать, как ее отключить. Если вы запускаете двигатель и его колбасит, ну заглушите, запустите еще раз. Не помогло первый раз, ну попробуйте еще раз. С третьей попытки обычно все это проглатывается. Отлично, 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 отлично. Давайте так, тепловой зазор. Как это вообще указывается? 0,45, то есть 45 соток. На камеру видно 6, но поверьте, это 5. Так, Тимур Олегович, с тебя головку блока давай вот этот вот злополучный клапан поставим. На прошлой трансляции мы забыли его поставить. Почему? Потому что ген-3 это было, он там нахер не нужен. Конструктивно не нужен. Не путаем отверстие, да? Вот не надо сюда ставить. Давай вот сюда. Ну а вытащим. Он не лезет? Что? Он лезет. Он лезет, да? Нет, давай его правильно поставим вот сюда. Пальчиком ткнем. Все, окей. Виталич Славович, принимай у меня камеру, я пошел менять лопатки. Сейчас пробег 55 тысяч километров, в основном Москва и затычные трассы. Затычные трассы, 19-й год. 19-й год там стоит опора нового образца. Вот это вот моя рекомендация 50 тысяч пробега, но крен с ним сократить ее в два раза, да? То есть если это опора нового образца... Сейчас самое время не скрывать постель и смотреть что там с распредвованием. Сейчас самое время снять опорную перемычку и выкинуть ее нахер. Посмотреть что с первыми двумя шейками распределительных валов. Взять вот такой вот уникальный инструмент скотч брайт называется, да? Потереть, убрать все заусенчики и надеть аккуратненько надеть. Не надо ее запрессовывать там молоком, зубилом, еще чем-то. Аккуратненько, то есть найти то положение коленчатого вала, при котором опорная перемычка беспрепятственно наденется на две опорные шейки волос. 100 тысяч пробега это надо сделать. Постель скрывай для того, чтобы посмотреть не надо. Вы только хуже сделаете. Китая Шлавович, у нас есть с тобой что сегодня? Регулятор фаз. Не фаза-регулятор, а регулятор фаз с пробегом. Тим, сколько? 220? 220 с копейками. Лопатки тут никто никогда в жизни не менял. Такая у нас болтанка происходит. Отмоем. Давай. Норм like. Подписывайтесь на канал. Уберите кофту. Подписывайтесь на инструктор. Подписывайтесь на канал. . Галь headed нікаверин. Галубин в поля. Уберите кофту. Уберите кофту. Петь. Пしました. Уберите кофту. Продолжение следует... 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 не а 5 купят и очень хороший вопрос каждого масла есть такая особенность а точнее способность задерживаться на стенках блока цилиндров скорее всего скорее всего у масла 540 просто больше это способность задерживаться в школе она там больше задерживается поршень двигаясь вверх насосный эффект нагнетает его камеру сгорания 530 ну ну как вода стекает под дом 020 тем более таким зачем не болт вот это вот алексей давайте я пришлю вам как работает мой моя муфта она вот так вот листит наверно надо вал меня не надо вал менять и вот ту фотографии задней крышки которые мне прислали я конечно же посмотрю но вы не вот по причине вот такого звука свою заднюю крышку менять это не будет работать нет это будет работать это будет работать тихо без каких-либо ошибок независимо от цвета коробки и вообще от ее наличия тимур алексей это сахач полный китайская продукция если вот сейчас мы говорим про распреды они все как один они ничем не отличаются и если какой-то поставщик неважно где он находится китай и дубая уверяет вас что это что-то нечто отличающиеся от всех остальных нет нет это все то же самое тоже одно одно и то же герна качество к сожалению на момент сегодняшнего дня герна качество алексей юрьевич а вот тут видят как ты меняешь лопатки и спрашивай как у менять лопатки на месте не снимаем распредвало точно так же точно так же а по поводу распредвало плохо фиксируется в дневном положении фазорегулятор по этой причине заднюю крышку хочется поменять повторяем так фиксируется с таким звуком или прям проворачивается на 40 градусов если уж он совсем проворачивается значит у вас что-то с со стопорным механизмом там пружинка или еще что-то вот кучу вопросов алексей что это надо менять муфту нет не надо менять не нормально то есть то есть не один два миллиметра иногда на весь год пазорегулятор три сантиметра нет три сантиметра это уже все это да но проблема к ней в задней крышке посмотрите свою пружинку посмотрите свой поршинек который в заднюю крышку упирается это 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 Она будет чуть-чуть. Как впихнуть невпихуемое? Можно? Опять же, в той трансляции говорил, говорю в этой. Для каждой постели, для Gen3 своё положение, для Gen2 своё положение. То есть для мотора CDN второго поколения, вот здесь максимальное расстояние между бегунками, а здесь минимальное расстояние. Вал покрутили, нигде не закусывает, всё хорошо. Намерочку поставили. Зачитай. Добрый день, отличаются эти инструктивность в двигателе CYR поколения Gen3B от обычных Gen3, например, CHH или CNC? Или CYR просто больше надует? Если отличаются, то видит на ваш взгляд. Слушайте, я... Вот честно, CYR что есть? Сколько тебе? Сколько тебе? Я знаю... Я знаю CGX, хорошо надутый мотор. Про него могу сказать, что он ничем не отличается. То есть вот есть линейка Gen3CYR. Какая... Точнее, с какой машины? Со средней DSR, да? Конструктивно, вот если есть мотор третьего поколения, не думайте, что там что-то другое, да? Не думайте, что там какой-то, как вам обещают, распредвал другой или ещё что-то. Турбина, да, соглашусь, возможно, улитка больше. По большому счёту, там колено, шатуны, поршни, всё у всех одинаковое. Дальше, если мы поломали, то есть рамончик, диск. вместе молись только другой вопрос по какому принципу он работает по миллеру или же он по нормальному по-человечески ну даже даже давайте так условно берем двигатель цх и цзп в рамках одного продукта тигуан сказать что это прям вот как как кардинально разные моторы нет ну да там цепной привод немножко обновили ну поршни с выемками зазоры другие по зазорам что в поршнях направляющих там тьмать мужчинам надо разбираться конструктив мотора не по миллеру нет больше со мной алексей солдатенко спрашивать нету больше с нами собрать не но есть только с нами мне нет где-то он с нами его больше нет хватит 1,8 длиннее 2 0 короче 1,8 длиннее 2 0 короче 2,8,0 длиннее 3 длиннее 3 длиннее 3 впрочем я готов 4 длину 4Thank you 4 У vídeo прокира на месте все нормально впускные на пуске выпускные на выпуске выпускные с маленькой площадью тимур алекс а что будет если их поменять местами расскажи пожалуйста разгазовать мотор и что-то уйдет ничего не уйдет будет будет работать скажи работать будет но не пытайтесь разгазовать то есть перегазовку не лечить нет мы пытались вот эти газовки рокера с выпуска на вкус не перепрыгивают то есть компенсаторы сами не прокачаются да то есть не уйдет с оконья других нет вопреки заводским рекомендациям тимур алексей игнорирует это дело зачем откатитесь начало трансляции посмотрите как на сегодня устанавливали то есть по принципу как ваши дедушки редукторы свое время собирали что-то крутишь и одновременно фиксирует все не случайно трансляцию начинает не со сборки фазорегулятора именно с того момента как пикнуть балансиры с того момента как установить промежуточную шестерню очень много вопросов по этой теме менять или менять шестеренка тоже не дешевая вообще все дорого здесь можно экономить пожалуйста что выбор как вот специалисты BZB или BSE ну два разных мотора BZB или BSE сейчас мы 42 и сейчас это BZB это BZB или Слышно а 62 это BZB или Слышно будет BZB нет нет что я сказал да 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 будет BSE в счет да сейчас мне 42 это BZB или Слышно а 62 это будет BZB Тимур Олегович, ты не вопрос в Казани на капитал тут 1.8 писает вам или в Потапстане есть партнеры как в Самарской области о которых говорили в прошлой трансляции нет в Татарстане никого нет и честно говоря из Татарстана к нам не надо вот не самые лучшие клиенты по части согласования работают в частей вы какие-то немножко странные Татьяна вот Татьяна а нет Татьяна приезжайте приезжайте разберемся решим вопрос приезжайте даже из Татарстана а Хмур Олегович по свойски все quel Я вижу, что вы сейчас предлагали на двигатель CGBP с пробегом 178000, ценник просто косовый, больше 50000 рублей, нашел с пробегом 64000 по 20000 рублей, что скажет? Я скажу, сейчас секундочку, я одну вещь проверю, вот они там, знаете, как сейчас продают растрелы, да, и позиционируют их, что они с каким-то минимальным пробегом, и почему-то при стоимости 50 с лишним тысяч продают за 20, каждый, кстати, за 20 комплекта, комплект, нет, каждый за 20, я еще поверю, комплект с трудом верится. Как оценить, как оценить состояние растрелы? Берете микрометр, берете 25 микрометр, 24 миллиметра делаете, да, и замеряете шеечку. Не надо, остальные меряйте, вот первые, замерьте, этого достаточно будет. Там 24, да, и смотрите, какой минус. То есть, если минус 3-4 сотки, как у нас сейчас, то бог с ним, можно брать. Если минус десятка, это не ваш вариант. Тут у Михаилович, может я еще раз покажу? Вот с помощью вот этой штуки, любой распред с пробегом 200, можно сделать, можно превратить распределительный вал с пробегом 60. 50, тысяч за 20 его пульнуть. Получается, наше объявление. Снимай, обновление. Да, все проще. Тут Михаил Зыков пишет, Татьяне Булин, а глядю, значит, нельзя. Нет, ну тут такой сентиментальный момент Михаилович. Дядь, Леш, что-то случилось? Давайте смотреть правде в глаза. Тут такой вопрос. Какой? Саза, не надо. Подскажите, пожалуйста, ваши парни, даже у вас смогут отремонтировать моторы или нет? Я же говорю, я целый день в офисе сижу, отмечаю, списки запчастей раздаю. Меня зовут только в одном случае. Дядь Леш, воткни поршу. Все. Это я сейчас, в общем, говорю. Какой ресурс у турбины в ССЖ-Мерс при своевременном замене масла и активности? Насколько активно? Здесь нельзя активничать. Здесь турбина Ген-3, которая очень-очень близко. Вот этого коллектора у вас нет, к сожалению. И вот этой вот теплоотдачи, которая здесь в наружный воздух происходит, нет. Вот эта вся теплоотдача, она в головке, она прогревает ваш мотор. Вы активно ездите, а что активно остужает вам горячую крыльчатку? Ничего не остужает. На Ген-3 ее очень часто, очень много. Ну, у нас-то ладно, одно было обращение. А по отзывам достаточно часто крыльчатки у людей отрывает. Алисей, ваше мнение от двух комфортных отрывчаток ОЖ на А-21 смешает второй термостат на двух килиндрах, начало отрывчаток, у которого 105 градусов, или не мешает машине работать? Не мешаете машине работать. Простите, Фрис, концентрат или составленный оригинал для двигателя СБА-2? Какой в итоге по маркировке лить? Давайте так, концентрат вы берете, вы его разбавляете. Разбавленный вы берете, там уже за вас его кто-то разбавил. Все очень просто. По маркировке, вот, Виталь, покажи вон ту бочку. Но, опять же, наличие этой бочки у нас и ее маркировки ни хрена вам не даст. Надо крутить она. Да, тем более она нахрен развернута. Потому что это будет маркировка 200-литровой бочки. Не-не-не-не. А вон, как ты еще? Давай чуть-чуть крутами. ИП, трушин, Алексей Юрьевич, без маркировки. А на это нет. Давайте так, все проще. Ж12 ЭВА. Раньше это было Ж12, потом вот осталось Ж12, что-то там плюс, потом Ж13, потом Ж13 плюс, минус. Забейте, Ж12 ЭВА это последнее то, что актуально. Надо еще бы исполнить успокойствие. Дядя Лёш, какие методы, ты знаешь, нам вообще существуют, чтобы исполнители с предвалами и подсели на двигателях криво-смерки? Погрызнул часок, проехал 400 километров, шинским давлением масла, балансир потянул весь мотор. Балансир потянул весь мотор. Или весь мотор потянул балансир, где курица, где яйцо. Но, вопрос-то в другом. Какие методы восстановления? Рассказываю, что можно сделать. Можно взять верхнюю часть постели и попытаться ее... Что изнашивается в головке блока? Что изнашивается в головке блока? Это верхняя часть постели. Те места, где вращается распределительный вал. Соответственно, головка блока не изнашивается. Ну, потому что все удельное давление от работы распредвалов, оно прикладывается на верхнюю часть постели. За счет пружин. За счет 16 пружин. Пружинки прижимают наши распреды именно к верхней части постели. И было бы логичным немножко торцануть ее вот здесь, шлифануть. Прикрыть на головку блока, зажать и разверточкой сделать на наши 24-0 отверстия. Не работает. Не работает, потому что вот эта вот хрень, ее встаном зажимаешь, она играет. Да, конечно, сейчас мне кто-то там напишет, что миллион раз так делали, все работает. Мы один раз попробовали, не работает. Вот, в моем мнении, не работает. Дальше. Что можно сделать еще? Если не получается шлифануть здесь. Ты расскажи еще, там тандем уже не садится. О, да, эти уже условности. Тандем не садится, крышка не прилегает. Для тех людей, кто попадает на головку блока, уже как у них будет висеть тандем и будет ли сопливиться крышка, это мало спаривающийся фактор. Да, вот так вот я скажу. Им уже насрать по большому счету, как висит тандем. Главное, чтобы давление масла было. Дальше. Окей. Можно занизить вот эту привалочную поверхность головки блока. То же самое, прилепить верхнюю крышку, фрезернуть отверстие. Тоже не особо работает. Да? Не особо работает. Почему? Потому что, извините, у вас по факту распредвал садится ниже, чем хотелось бы, да? Пробовали, получили эффект постоянно открытого клапана. Ну вот, собираешь такой мотор, а у него почему-то компрессии нет. Вроде все метки, его нормально поставили, да? Тридцать три раза перепроверили, компрессии нет. Что можно сделать еще? Можно есть такое напыление, да? Там, демет напыление может быть слышит. Можно напылить, но напылить можно где? Напылить можно здесь, здесь. Зачистить, все просто и красиво сделать. Но, демет, к сожалению, не держит ударные нагрузки. Отваливается этот демет в процессе работы двигателя. Подытожим. Что можно делать? Ни хрена нельзя сделать. Распреды... Хорошо. Распреды можно напылить. Ну, тоже такой момент. Напыляешь распреды, их надо обточить. Обточить их надо в размер. Обточить их надо с условиями выработки головки блока. Кто этим будет заниматься? Кому это интересно? Если даже кто-то займется этим, то восстановление, вот такое восстановление головки блока, оно обойдется как две контракты от башки. Честно. И не факт, что будет работать. Тут продолжают лететь камни в наш огород. И Максим Моном... Ребята, почему такие грязные? Пол грязный, масло, вы в другой уровень выходите. Вот вопрос. Где здесь на полу видено было масло? Надо в BMW Mercedes сводить камни. Как ремонтировать соседей BMW Mercedes? Следующий вопрос. Мы с вами поделились. Да, мы поделились своим опытом, да, верхнюю часть постели нам вообще отказали сделать, нижнюю часть постели нам сделали, но у нас почему-то пропала компрессия. Кстати, в одном из цилиндров, да, мы его на трех запустили. И вот пока он, сука, не прогрелся до рабочей температуры, компрессия не появилась. Как только он прогрелся, появилась компрессия. Мы обрадовались, что он, да, прокатило, да. На следующий день запускать холодную машину, она опять троит. И троит она, пока температура уже до 90. Вот поверьте, звонишь клиенту и говоришь, мужик, прокатило, да, прокатило, не надо менять башку, прокатило фрезеровка. А он говорит, о, прикольно, завтра приезжай. Да, ты машину перед тем, как выдавать клиенту прогреваешь, она капрессия не появилась. И у тебя полчаса на то, что исправить. Да, у тебя полчаса на то, чтобы все это дело исправить. Поверьте, ощущение еще то. А вот этому мужчине, который, да, это у нас грязно, да, пускай откатится на два года назад и посмотрит, как мы разбираем моторы. Вообще, какие мысли не видели. Здравствуйте, двигатель СССР. 1,4 по 25 сил на ручке. Пробег 85 тысяч километров в 2018 год. Массажер по крайней мере, замена массов через 10 тысяч километров. В июле 5 калорий. К чему нужно быть готовым на разъезжающих 50 тысяч пробегах? Продолжайте менять масло. От СССР у вас стоят поршни, как у всех, у вас просто колечки правильные стоят. Наборные, наборные колечки. И 150, свои 150, вы спокойненько на них пройдете без маслабона. Вот, масло. От вас требуется лишь периодичность масла. Не надо ее увеличивать до заводских нормативов. Да, раз в 10 тысяч километров, и, пожалуйста, продолжайте менять, все хорошо у нас будет. Тут Татьяна у нас интересуется. Может, головки блока так изнашиваются у Ген 2 и Ген 3 из-за малых оборотов, ДСГ? Ведь автомобиль в городе до 2000, она не раскручивает в режиме 2. Ну, то есть, свыше двух не поднимает в режиме D. Это Татьяна, которая... Это читер какой-то. Да, Татьяна, которая... Которая... Все правильно, говорите, Татьяна. Вообще, коробки, современные автоматические коробки вынуждают двигатель работать на минимальных оборотах. А, Дань, покажи вот этот за клапан, хотел сказать, вупа, нет. Вот этот клапан, да, в этих минимальных работах еще и заставляет работать мотор на диском давлении масла. То есть, два губительных фактора. Это автоматическая трансмиссия и это регулируемый масляный насос. В совокупности мы получаем масляное голодание. А если еще какие-то умельцы вам белую крышку вот сюда поставят на масляный отделитель, то это вообще будет смерть. Все верно, говорит Татьяна. Ну, это же сделано в целях экономии, да? Что? Топлива. Ну, вот низкость, оборотистость, да? Ну, вот давай так, если ты едешь с одной и той же скоростью, например, 40 км в час, да? Ну, не гонишь, плывешь, да? Ты 40 км в час едешь на 6-й передаче на ДСГ, либо ты 40 км в час едешь на 3-й. На 3-й мотору будет меньше жрать. Он будет крутиться, но у него расхода не будет. А на 6-й передаче это будет натяг, ты постоянно в натяг едешь. И какая тут расход топлива? Тут будет выше расход топлива, наоборот. Едет? Да. Масляный насос. У тебя машина едет, у тебя скорость есть, а довлека масла нет. Считает завод, что не надо, не надо нагружать масляный насос, вдруг мы на 30 грамм топлива больше сожрем из-за этого. Зачем? Пускай лучше люди потом башку поменяют. Мы ее еще и продадим им потом, в постгарантийный период. Есть ли статистика по турбинам на двигателе ЦДАБ? Какие сроки жизни, если пробегу, так как можно лезть туда, чтобы обтужить или заменить? 250. Тысячи километров? Каждому. 250 каждому мы отвечаем на данный вопрос. 250 тысяч пробегов. Я считаю, да и я считаю, и завод-изготовитель считает, что этому предостаточно. Сейчас это, вот этот краш контент, блядь, капец, как? Анбоксинг? Анбоксинг? 250 тысяч пробега, 20 до АБ, что придется сделать? Придется, нет, конечно же, вы скажете, Алеша опять сейчас нас разводит, мы сможем поехать поставить сейчас на Алиэкспрессе себе китайскую крючатку. Мы даже купим там китайский ремкомплект калинк, и все это нам благополучно вставят. Мы за это рублей 30 отдадим, да? За СУ турбины и за ее ремонт, да? Но встречный вопрос, в керахте, это у нас. Когда? Есть вот такая замечательная коробка, вот с таким замечательным номером, Виталий Вячеславович, да? Номер видно, да? Отлично. Я думаю, что раз в 250 тысяч можно позволить. Можно позволить купить себе вот такую крючатку, желательно не китайскую, да? Желательно, чтобы эта хрень пришла вот в такой коробке, да, или в деревянном ящике. У которой вот такая вот наклеечка такая будет красивая, да? Регулирующий квапан будет, пирбург, а не китай и дишин. Ну вот эти куевины, ну ой, не прошу прощения. Вот эти заглушки научились китайцы делать, логотипы, все научились делать. Но вот сам факт, вот эта коробочка, она о многом говорит. Исполнение регулирующих квапанов тоже, пирбург. Если пирбург там есть, значит все хорошо, значит и турбина оригинальная. Вот сейчас эту вещь можно купить, вот сейчас, несмотря на повышение курса там валют, там сейчас у нас евро, доллар прыгают, война скоро начнется. Сейчас вот эти вещи по 45 тысяч продают, по 50. Почему бы и нет? Не, либо поехать за 30 тысяч рублей, пускай вам поставят китайский картридж, делают калитку турбины и можно так пойти. Дядь Бёш, а можно по турбине с АХ только просветить 150 тысяч километров пробега? Заначками не будет выглядеть. А что без заначков? Горячий чай? Ну, думаю, денежно. А, денежно, конечно. Денежный привозитель. Привозитель, заначку. В смысле автомобиль? Нет, заначка. Сейчас времена-то смутные. Добрый вечер, Алексей. Какая современная обвинительная маслооберитель? На каком пробегу пересобрали его менять? Двигатели? C, J, S. C, J, S. Вот на память не скажу, честно. Не скажу, потому что не так часто мы их меняем. А я вам больше скажу, мы их вообще не меняем, принципиально. Как, вот, знаете, такой принцип, да, как я в своё время доказывал владельцам двигателей CDW, ну, второе, первое поколение, они говорят, Алексей, у меня масло живёт, глядь, поменяем маслооберитель. Я говорю, вот давайте переберу мотор, а маслооберитель менять не будем. И ты посмотришь, что масло у тебя живёт не из-за маслооберителя, а из-за поршней, колец, направляющих, там, ну, на тот момент направляющих нет, он забрался, конечно, клапачком, да, прокатывал, прокатывал, и никогда мы эти маслооберитель не меняли. Только по причине того, что мембранка лопатит. Были маслооберитель старого образца, у них полагается мембрана. Так вот, на Ген-3, по сути, маслооберитель вечный, там ломаться нечего. Вот так. Поэтому у меня в голове нет буквы, честно, простите. Вернёмся к вопросу Татьяны. Татьяна. Да. Но задаёт уже не Татьяна, но по той же теме. А движение в С-режиме на ДНП, соответственно, две вещи плюс оборот, улучшает самочувствие и ожидаемую продолжительность жизни Ген-3? Тут мне подсказывает, как только вы С-режим включаете, у вас сразу активируется вот этот клапан. Евгений не проверял, конечно, но я более чем уверен. Давайте так, по любому двигателю, по этому, по любому другому, чем больше оборотов, да, рабочий оборот, то есть рабочий оборот, это всегда были 3-4 тысячи, да. Возвращаемся к вопросу автоматических трансмиссий, это что, 1200, 1500, 1200, 1500 и спокойно везде. Это не оборотов для работы двигателя. Ему проще, намного проще ехать на оборотах 2,5-3, и 3,5, опять же, без фанатизма. Если я говорю, обороты это хорошо, то не надо сейчас выставлять спорт-режимы и ездить 5-6 тысяч оборотов. Это уже не очень хорошо. Как говорится, без фанатизма. Не в красной зоне, понимаете? Не надо, да, 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 да. Был клиент, отремонтировал турбину до 40 тысяч. Перед неделю приехал с проблемами, заклинивали, сняли. Принес сборку за 45, и катается до 2 дня уже год. Так, еще раз. Сначала перебрали, приезжал турбину за 40 тысяч рублей. Перед неделю приехал... Перебрали за сколько? За 40. За 40, даже не за 30, а за 40 тысяч рублей. Она, сука, новая, стоит 45. Сейчас. 45-50, пожалуйста, если поискать. Ну, хрен, 50, если не знаете, где искать. Что это за переборку турбины за 40 тысяч рублей? Если говорят, что на турбине болтается восстанковый сбойник, что делать? Чинить до 27 тысяч, так снять или менять на что-то сбойник? Не, ну 27, это не 30, понимаешь? Какой турбин? Какая за сонка? Укажите турбину, где на 3 тысяч. Да. А как купить именно новую обстановку? А это вот уже хитрость, за которую мы берем здесь свои муноценки. А это тот сам полтишок вокруг. Да, да, да. Возвращаемся к полиннике вокруг полтишка. Вы на полтиннике, но ответственнее. Откройте ZZAP. Я вам показал номер турбины, да, просто ради прикова откройте ZZAP и посмотрите, с чего все начинается. Ну, скажем так, достопочтенные личности, они пишут там, БУ, кто-то пишет восстановление, кто-то ничего не пишет, но под видом оригинального Боргворнера продает китайские аналоги и не стесняется. Вы приезжаете, а там не коробка, а деревянный ящик. И вам говорят, что коробка где-то там, где-то побывала в какой-то луже, поэтому коробку пришлось утилизировать и заколотить турбину в деревянный ящик. Нет, это китайская турбина, разворачивайтесь, уходите. Вот. Как анбоксинг, мы с вами с вами с вами с вами анбоксинг, да, вот эту хрень, которую с Данилом анбоксингом называют, мы сегодня сделали, показали, как это выглядит. Регистериевич, на русский период с питающей гибликой JLW4F20, 2 идет от 100-0, что этот клон двухэтролог писали. Вы что-нибудь знаете о этом? Да, мы что-то уже на всех писали, лично не знаком. И клон. 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 Чтобы что-то сравнивать, надо вот его сюда повесить, китайский двигатель, разобрать, указать. Что денег стоит? Не указано. Давайте все скинемся, сколько у нас подписчиков? Ну, вот сейчас по зрителю 100 человек смотрят. Нет, не хватит. Давайте все скинемся, купим боток. А мы сделали на него обзор. А мы сделали на него обзор. Вы это самое ерунду не продайте, давайте не на крыше. Крышки не распилились. По поводу турбины, ЕВ-3. ЕВ-3. А что болит-то? А что я спрашиваю? Калитка раздолбанная калитка. Блин, там конечно есть смысл отремонтировать, наверное. Раздолбанная калитка, есть смысл отремонтировать, есть смысл купить, а проверки указывали, и бог к ним. По турбинам такая же теорема, только турбины ИХИ. Пожалуйста, ищите в каталоге запчастей оригинальный номер, забивайте его в тот же задзап, и не удивляйтесь, если там турбины по 75-80 тысяч под оригинальным номером. Это турбины ИХИ, они точно так же упакованы, как в Борханг, все красиво, ой, Борханг, в Борханг, заговорился. Все красиво, все богато, там внутри лежит та же самая оригинальная турбина. Почему я это все говорю? На день 3 просто так не добежит. Скорее всего, у вас трещина в горячей части. Скорее всего, придется менять горячую часть, там где горячая часть, там рабочая часть, там где рабочая часть, там и актуатор, там где актуатор, там потом регулировка турбины, однократная, двукратная, трехкратная, ну может быть, мимо какого-то лета, то проиграет. Кто тут просто подсказывает, что допустим, калитка ВСГейта стоит тысячи 500 на Алике, либо целая горячая уникка на Алике стоит 10-19 тысяч рублей. Возможно. Алиэкспресс? Вот он. И сразу вопрос про Китай. А что сейчас в Китае есть нормальное? Чего бы так страну по этому? Не-не, китайцы молодцы. Если бы не китайцы, то мы бы сегодня не имели вот такой вот шикарный клапан. Я правда не знаю, как он будет работать. Да, он даже работает. Даже плотно прикрывает. Да? Все работает. Все хорошо. Почему мы так хаем все это дело? Я понимаю, что все это есть. Я понимаю, что все это можно даже в сливой раз самостоятельно. Вот клиент самостоятельно поставил. Но, вспоминаем, что у нас же все-таки здесь капитальный ремонт, и когда машина попадает к нам, это уже последняя инстанция. И вы думаете, мы вот эту картину увидим сегодня первый раз? Питаль, сейчас покажу еще раз. Вот эти картины достаточно часто приезжают. А мы же на каждой машине делаем еще диагностику перед тем, как ее разобрать, чтобы у нас потом не было недопонимания с клиентом, когда машину продаем. машинка приезжает, а мы видим машинки по переду, например, по работе тут за магнитателем. Что-нибудь делали с турбиной? Да, делали, да, вот, меняли. Хорошо, скрываешь, смотришь, меняли. Что будем дальше делать? Оставляем так, как есть? Или же, поверьте, 90% клиентов, которые прошли через вот такие вот авиэкспресса, да, потом проходят через вот такие вот замечательные коробки. Итай, сейчас покажи еще раз. Тут мехатроник есть вопрос. Мехатроник? Ну, давай. При проверке затяжки гидроаккумулятора в ДСГ на что еще можно обрадить внимание, раз уж крышку полезу снимать, где можно найти информацию о ранее описывании вами ремонта можно к нам приехать и все сделать и никуда не надо лезть. Ну, Алексей Юрьевич, ты же платить надо. Платить. Ты же не будешь это бесплатно делать? Зачем ты так грубишь? Не, не, я не грублю. У нас же информационный стрим. Где можно найти информацию? В том же, там, в Алиэкспресс. В Алиэкспрессе можно найти запчасти. Алиэкспресс можно найти запчасти. Ну что, коробки взяли одинаковые. Я думаю, если там просто везти до 500 ремкомплект, там уже сколько этих вариантов будет. Он же, у нас же плата одинаковая. Новый, старый. Давайте так, 10 плюсиков от вас и месяцев будет достаточно сейчас. Сейчас в комментариях. И я завтра в своем влоге на Драйв 2 размещаю заводскую инструкцию о том, как это надо делать. 10, 10 и мало? Тысяч? 10 плюсиков. 3 плюсика у тебя есть, там, тысяч. Шоу, ты не считаешь. Недавно там меняли актуатор. Что же мы не заметили бы? Трещины, горящие части. Я приеду к вам на диагностику всего Аликсеки. Как ты не хочешь? По поводу угрозитов, вот тебе уже уже больше угрозит. Уже больше угрозит. Может, надо будет сделать, как это называется, блогер, да? Сказать, ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте лайки и я вам завтра черканул статью на Драйв 2. Как будет 10 тысяч? Как только будет 10 тысяч просмотров, так только я сразу. Все? Прикладно? Да, я просто пересчитаю. Не надо. Обязательно лайк, партнерская. Да, да. Для тех, кто поставил плюсы, не подписался, плюс не будет засчитывать. На этом же форшек, проконтролер. Да, да. У нас будет. Тут даже некоторые тебе подтягиваются. 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 А ничего страшного, если я туда еще свой видосик закину, так, что под шумом, что-ли, мол, не просто тпишка, да, а еще и видосик. Есть, больше скилок и есть, поэтому, да, да. А если мы дождемся оригинального ремкомплекта, оригинальный ремкомплект, гидроплиты, и сравним прямой трансляции говорим. Да ты уж прям, вот уж прям. Посмотрите, как-то раскрываешь. Ну, как бы, да. Ну, смотри, ты на сколько будет. Ремкомплект выложил сегодня-завтра, ролик туда добавлено, извините, придется еще раз посмотреть. Я старался. Чуть позже придет оригинальный ремкомплект, мы его заказали для того, чтобы реально сравнить с нашими китайскими, в чем же там отличие. Вот все карты расходы. Кирес, никакова разница цены между ригой и... Ну, понятно. Четыре раза. Четыре раза? Или конца. А комплект вестерный будет? А, вестер. Дам как улаго просто, плита придется или просто? Дед Леш, по поводу приехать к вам, нахожусь за 2600 километров от вас, город Канк-Мансисть. Сервисов нормальных метод, приходится вникать к вам все основное. Нет, мы-то не против. Вопрос к АПК-200. При запахе включение резина драйв сразу, а солнечная пробуется через 231. Это нормально? На сотронник? Нормально проверяется давление. У меня кстати, тоже самое. Скажу по секрету. Вот для чего новый. Оригинальный Это новое фенал, это сука, сука. Оригинальный фонд пишет оригинальный комплект вклад из видео в меня, или приняли их. Заказали, посмотрим, покажу. 20 000 рублей, а то под фост не пойдет, обязательно что-нибудь покажу. Что скажете про мотор CFMA? Почему его называют Ген 2.5? Ух ты! Нет, я такого слышу. Давай, какие угол. Не обижайтесь, не все буквы и значения помним. Точнее, помним много, но есть какие-то эксклюзивные варианты, которые нам просто не встречались. Типа американские какие-то? Ну, как вариант, да. Ты, наверное, угадал что-то. Ты вот этот, который САЕ какой-то там просили? Нет. Ну, это аналог ЦДМ. А это с коллектором такие? Нет, это. Да, это там. Коллектор как на автобусе получается. Ну, так это автобусный какой-то мотор. Ну, это аналог ЦДМ, ЦДМ, ЦДМ. Да, это рынок США на КУ-5 еще стоил. Могли бы просто сказать, чего вы нас мучаете. Мы сегодня собираем ЦДМ. Вот он перед вами. Сейчас Тимур будет бочину собирать, а я поставлю нижнюю крышку. Кстати, какую? 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 Какую такую крышку? Наверное, приносим. Не знаю, куда-то приносим. Дед Лёш, мотор Ген-3 отвалился один болтик крепления крышки пазорегулятора. Пуск, брак или делать в чем-то другом? Алюминиевый крепеж. Болтик крышки крепления пазорегулятора. Это что, болтик магнита? Виталь, зайди сюда. Какую из крышек? Ну, условно, представим, что это Ген-3. Ничего там не отличается, кроме второго. Вот один из этих болтов у вас отвалился? Или те, которые 6 штучек держат опорную перемычку? И в том, и в другом случае, алюминиевый крепеж, мы от него на моторах Ген-3 полностью отказываемся. Дед Лёша, спрашиваю, чем отличается двигатель ЦДН от ЦЦТА? Он тоже двухлитровый, Ген-2. Ну, ЦДН у нас... На ЦЦТА это Ген-1, а ЦДН это Ген-2. На ЦЦТ есть высота подъема? Я уже не помню. Скорее всего, что ничем не отличается. Просто первое-второе поколение бурителей. С ЦЦТ, скорее всего, опять же, какой-нибудь американский ЦДН, вот и все. Опять же, который сейчас перед вами. А ЦЦТ это не на Пассад ЦЦ, который, случайно, двухлитровый, который поддон без датчика? Нет. Там другой, да? Почему вы считаете, если калитка болтается, то сразу трещина в турбине? Имеет же место выработка, если мотор ездил все 94000 по Москве? Вы не сказали, что если калитка болтается, значит, есть трещина. Нет, нет. Скорее всего. Так. Худжим. Вы прям, не надо нас видеть на Страдамусе. Скорее всего, речь идет о трещине. Если Ген-3 же мотор? Ген-3 мотор, я считаю, что там трещина, потому что на каждом втором моторе я ее наблюдаю. Так, давайте начнем цех. Повышенный износ механизмов валокометки, на котором, ну, условно, сидит. Ну, тут лучше не показать. А у нас там что-то такого нет. Что там новая туба? Да. Ген-3, они про Ген-3 еще скажут. А, вам Ген-3 надо? Да, Леш. Вон, есть у нас турба. Есть. Неси. Неси турбу. Давай, покажу. Волтик крышки магнитного. Вот мой вопрос. А, нет. Вот сверху засними. Я держу шток. Сколько пробег эта турбина? Эта турбина уже менялась по гарантии. Она менялась, по-моему, он сказал, что-то по пробеге либо 60, либо 80 тысяч. У нее сейчас пробег 180. Ну, короче, сотку она свою аж отошла, но ему по гарантии новую ставили. Ну, сотка. Сто тысяч часов. Сто тысяч турбо. Она будет работать, ну да, до каких-то, до каких-то моментов она будет работать, пока вам хватит резьбы на штоке, пока вы сможете ее регулировать. Постоянно подзажимать. Потом придется менять либо горячую часть, либо алиэкспресс вперед. Вот это все вынимаете, вставляете, по-моему, может, корректуриваете. Держи фазы примерно 3-1. Есть альтернатива или оригинал? Может, ладно, а не. Примера 3-1. 1-4, что ли? Буквенное обозначение мотора уточните, может, у вас его или нет вообще. Ну, Олегович, положи кувалду на заднем плане, а то вызывающе торчит и как бы намекает на вашу суровость. Вот. Там кнопочка есть, разверни камеру. А вот и я. Сейчас Данила Михайлов принесет кувалду, которая показывает нашу реальность. А это такая, там на столе стоит эта штучка, которой я поршун забиваю. Вот наш суровость. Покажи, Вальд, во всей красе. Так лучше? Поставь вам, да, так поставь. Дядя Леша поршни. У меня есть проект, а на самом деле он будет в прямом эфире, и мы будем при помощи этой кувалды собирать мотор. Я хочу показать, что мне не важно, какого размера кувалду, я все равно запекну ей поршень. Так вот почему все близко, а не больше и нет. Ха-ха-ха. Свет очень много. Нет, здесь просто, когда качество плохое, реагируйте. Используемые свечи оригинал и какие есть изменители? В каком моторе идет речь? Ну давай 1.8 и 2.0 рассмотрим. ЛЖК 1675. Все что угодно, только не дается. Двигатель CES, CET. Ауди ТТ были ли у нас в работе много отличий от CCZ? Да, кардинально от CCZ. CES на ауди ТТ это такой же CDN. Опять же, вот сейчас третий вопрос про двигатель. Что скажете про заслонки в выпускном коллекторе, менять или выкидывать? Может быть кто-то меняет заслонки в выпускном? Нет, а мы сейчас обсуждаем впускной коллектор заслонки впускного коллектора или вот эти вот делители, которые в головку вставлены? Да, мы сейчас уточняем. Дальше качество плохое. Сейчас, Даня, секунду. Продолжение следует... На слонке впускного? и как-то меняют дядь мы не в теме честно если речь идет ким простини крышку если вот об этом механизме то примите как должное раз 200000 его надо поменять 17 раз покажу упаковочку как она выглядит номер фирмы прям фирма пропуске будет тогда когда нарушается работоспособность механизма и когда вот здесь вот начинается подсос воздуха вот эта вся хрень вываливается начинается подсос воздуха у вас бедная смесь загрязнение идет и только тогда появляются пропуски пропуски причина пропуск пропусков это не отсутствие запона а то как вы починили свой коллектор что кто-то одолел это за кубок не делал Нет, я так, чтобы вы больше не страшили про грязную организованную. Ага. Да это вот прорезки Сабрина, да. Мотор GEN3 1.8. Изменился цвет антифризов. Стал что-то нормальным. Было какое-то ТПИ. Теплообменник менялся 5 тысяч километров назад. Сталкивались ли с таким явлением по изменению цвета фризов? Теплообменник менялся 5 тысяч назад. Наверное не просто так он у вас менялся, а наверное по причине нарушения герметичности. Это раз. После замены теплообменника надо обязательно делать промывку системы охлаждения. Дань, принеси еще помимо вот этой промывку системы охлаждения. Сейчас тебя задолбают, зачем промывать. Помимо замены теплообменника и промывки нужно обязательно менять вот эти две прокладки кронштейна теплообменника. Тоже надо поменять. И помимо всего вышеперечисленного надо поменять алюминиевые болты крепления теплообменника. Здесь по-моему нормальному крепится, да? Угу. Да. Четыре болтика не забывайте менять. Вот. То есть вот комплекс этих мероприятий и в конечном итоге, если уж совсем быть справедливым, надо и бачок поменять, потому что вы его хрен когда отмоете, избавит вас. Насколько по времени избавит он вас от наличия масла в системе охлаждения? Дай бог, чтобы тысяч на 30 хватило. Через 30 тысяч, пожалуйста, опять же, welcome на такой же комплекс мероприятий. Как минимум это замена прокладок, как максимум это замена теплообменника, как супермаксимум. Все это надо делать с промывкой. К вопросу о текущих помпах. Очень много машин приезжает с текущими помпами и одновременно с маслом в системе охлаждения. Не помпы горло. Масло в системе охлаждения разъедает прокладку, разъедает саль. Поэтому надо следить. Если не хотите попасть на дорогостоящую помпу, следите, открывайте. Надо раз в день открывать рапорт, смотреть, нет ли у вас масла в бачке. Открывайте, смотрите, оно там стоит. 1.4 САХА, пазик альтернатива или есть замена? Сбор плавно за 9 тысяч можно взять. Ремкомплект не нужен в вашем деле? Не пробовал, не знаю. Опять у нас обрубился интернет, но я уже включил карточку. Как вариант, будет чуть похуже качество, но попробуем уже с карточки помещать. Тебе идет интернет? Хм, странно. Вот вот. Что мы говорим-то? По поводу фазы, фазы, фазы. Да, фазы, два варианта. Либо мы меняем ремкомплект, что в 99% случаев происходит, либо мы меняем цепь. Отдельно там что-то подбирать, какие-то фазорегуляторы, тем более сторонних производителей нет. Если не ошибаюсь, G12 и G12 не подходят для использования PCI моторов, только G13. А там разные, эфилен и пропилен. Ого. Что, не знал? Красный, но красный. Давайте так. Последний актуальный приз это G12M. Он пришел на замену G13, потому что G13 вам не нравился. И замену изготовитель подстроился под вас. Не хотите G13, получите G12M. Все. Кто хочет, можете его затестировать. Но последний актуальный, это так. По поводу вот GEN3 масло, то что было, цвет антихристы меняли, прокладки меняли, бачок меняли. А какая коробка? Очень хороший вопрос. Какая коробка-черезач у вас? Если у вас автоматическая трансмиссия, то у вас имеется точно такой же теплообменник, уже и на коробке передач. То есть тут, ну, GEN3 начинать надо, конечно же, с теплообменника двигателя, потому что по теории вероятности они одна за одной машиной едут. Можно быть каждый день приговорил. Но исключайте из этой системы такой же теплообменник на коробке, нельзя, его нужно тоже учитывать. И как вариант, если уж вы все перебрали, осмотрите свою коробку, что с ней. Не осмотрите, а смотрите, есть ли там наличие теплообменника и применяйте его. Что, пошло? Так, Тимурный эксперт, я поставил коллектор, а не поставил скидку. Я поставил, я поставил, Дэн. И он не поставил насос ТНВД, и выкрутите с компрессией мотор сам. Сам выкрутите. Возьмите вороток вот такую, возьмите, как пилот. Тимурный эксперт, посмотри, стаканчик, чтобы тебя не выскочил. Продолжение следует... но расскажу для чуда делают дел такое мы ставим здесь меточку мы ставим здесь меточку вот эти две меточки попытаться совместить то есть не шпонок нет ничего нет то есть посадочное место и звездочку вот я был соединил открутил болт сейчас бы если бы звездочка где-то была бы в другом месте она послалилась на этом и прелести вагон если не знаешь открутил шкив и все оля улю открутил шкив поменял сальник купил мотор брось прикручивать снова чё дорогого у нас на этом моторе дающим помоточку принесу кимур алекс улыбнись михалыч там уже комментариев очень много нету они просто у меня выскакивают и потом исчезают то есть они нет не висят он появились лишь нет давайте муралек 4 чай ты у нас звезда кроме ютуба есть стандартный поршень с наборными кольцами от кого и сэм да не он курил хорошо а есть нас чем пишущие ее забрал чем потыкать не пальцем же тыкать отвертку возьму любимую ковырялку возьму давайте так 120 тысяч у нас это моя шпаргалочка внутренний документ давайте я вам покажу а каждый мотор компания борхан предоставил для такую книжечку и на каждый мотор у меня есть своя кукуляшка везде где чего-то где-то добавляется сегодня у нас стандартному ремонту двигателя добавилась расточка добавился ремень привода помпы добавились балансиры ценники мы писали тогда за оригинал но ничего подправим добавился привод балансиров масляный насос вкладыши крышка цепи низ шкив коленчатого вала крышка цепи вверх теплообменник помпа вакуумный насос маслоотделитель тройник трубка система охлаждения гбц лопатки клапан подушки двигателя ремень ролик и 120 тысяч рублей у нас превращаются в двести шестьдесят пять поэтому когда вы каждый день мне звоните и спрашивать алексей сколько будет стоить ремонт моего двигателя есть базовый ценник исходя из каких-то параметров условно там замена поршну ремонт на основе замены поршней и цепи привода грм пожалуйста 120 тысяч рублей вот это вот вот эти все дополнения никто не знает что что добавится конкретно ваш двигатель поэтому всем придут всех предупреждаю всех раз всем рассказываю есть база есть цена наших работ есть минимальный пакет запчастей которые надо вложить ваш двигатель чтобы отремонтировать его от масложора с каким пробегом вы приедете в каком состоянии будет все вышеперечисленное одному богу известно ну либо нам либо вам когда разберем ваш двигатель дл аж нет 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 судя по буквенному обозначению буква d это уже что-то очень очень новое нет не приезжали давайте так приходится крайне редко в основном чтобы гарантированно иметь успех с подачей топлива из топливного бака оригинал поверьте на слово когда вы что-то ставите в до бош понятное дело всем хочется сэкономить но когда вы продиагностировали условно продиагностировали свою топливную систему увидели низкие показатели давления и решили начать ремонт с замены погружного топливного насоса вы его поменяли и в пятидесяти процентах случаев вы не получили результат и вот на что думать на что грешить грешить на то что ваш больше ли вы да не работает или грешить на следующие компоненты системы а какие компоненты это блок управления топливного насоса это подвесной фильтр это тнвд это форсунки вы оригинал поставили вы точно понимаете что да теперь там все в порядке вы поставили оригинал не получили результата и пошли дальше по цепочке когда вы что ставите что-то условно условно подходящие и не получаете результата поверьте очень многие откатываются и идут и покупают уже оригинальные по кругу погружные насосы клапана поршни свечи бедная смесь чем она бедница это уже третий вопрос в основном все моторы масло жирные и пожар в камере сгорания происходит по причине наличия масла нарушение состава топливного воздушной смеси то есть до добавления масляной составляющей модуль топливного насоса недавно менял заказал оригинальные в сборе на q5 в коробке лежал кантитэч как вариант давайте так мы все знаем что да правильно подсказывает мы все знаем что подвесной следующий элемент по цепочке это подвесной топливный фильтр опять же у кого он есть мы открывали оригинальную коробку и мы видели там уфи но я не удивлюсь если мы разрежем оригинальный уфи и разрежем не оригинальный не оригинальный условно уфи да и увидим там внутри какую-то разницу да и есть понимание что лучше оригинал может быть только актуальный оригинал актуально это я имею ввиду по каталогу запасных частей и и и и Собираемый мотор какое масло зальете фирмой? Либо Matur, либо Nestor. У нас два варианта. Связкостью 5,40. Связкостью 5,40. Сейчас завтра поставим насос. Так уже все нормально. Завтра поставим насос и раскинем уже эти трубки, так удобнее будет. молчат так а вакуумник у нас пирбург да новый шкив новая крышка низ новая крышка вверх это из тоже из того что по наружной части двигателя теплообменник помпа никакого отношения к масло жору это не имеет но иной раз требует замены кому-то одна из этих позиций кому-то 2 кому-то 3 а кому-то все вышеперечисленное то что у меня по списку вот тогда г гарантия ну раньше в оригинале был кастрол встречный вопрос что сейчас льют в оригинальные канистры кого-нибудь есть информация лукойл собственно поэтому я отказался от на пробеге 90 тысяч я отказался от эксперимента о заливке оригинального масла свой автомобиль господа прошлой трансляции собрали ген-3 на этой трансляции собрали ген-2 оба мотора двухлитровые оба с автомобиля q5 на том моторе кстати не было такого пакета дополнительного запчастей да что там помпа не менялась и в том и в другом случае кстати клиенты свозили свои турбины и да и помина в случае ген-3 поменяли горячую часть случае ген-2 сегодняшнего клиент самостоятельно на даче перекрутил калитку турбины как можно свою любимую машину летел койл очень хороший вопрос дядьки закрываем тему по поводу масел мы это не будем обсуждать я понимаю сейчас каждый будет писать про то масло которое он заливает дань прочитай проверка автомобилей самаре это уже мои друзья сейчас вылезет у тебя с задержкой отсутствие заслонок на посвоенное формирование отсутствие заслонок на посвоенное формирование ну скорее боль больше да чем нет почему потому что завод изготовитель рассчитывая впрыск топлива да закладывая какую-то дозировку впрыска топлива ту или иную да что нам сделал на что делал уклон на расчетное завихрение воздушного потока и вот завод изготовитель рассчитал наличие заслонок во впускном коллекторе рассчитал рассчитал завихрение воздушного потока соответствии с вот этими рассекателями в головке блока вы все взяли и благополучно удалили то есть завихрение про потока воздуха в двигатель происходит не по расчетным схемам завода изготовителя и да как вариант это может стать причиной пропусков то есть блок управления понимает что сейчас воздух по одной спиральки пойдет до в блок цилиндров по факту он идет совсем другими другим путем может быть другими даже объемами да нет никакого геморроя нет были бы деньги было бы желание другой вопрос что это это был проект под названием у меня уникальный автомобиль да то есть целесообразности данного мероприятия нет то есть можно было бы отправить человека у клиента владельца на тот же тип тюнинг и по мощности он бы получил те же показатели что и сейчас вот та же история из нарушения воздушного потока из-за нагара в на поверхности клапана вернемся вернемся к проекту целесообразно ли это делать из 1 и 4 turbo собирать 1 и 4 turbo компрессор лучше по большому счету шило на мыло шило на мыло до клиент захотел да он готовился я вам больше скажу он готовился к этому два года шел к данному мероприятию собирал информацию искал искал донора в качестве мотора разбирался с электросхемами электросхемы блока управления паял эти проводки и ты разные там то есть нам нам на рассмотрение привез вот давайте так помимо мотора нам привезли три комплекта электропроводки и ставили и ставили то что подойдет нам привезли два блока управления мы на одном попробовали запустить не получилось на одном подготовленном блоке мы попробовали запустить у нас ничего не получилось в итоге мы запустили двигатель на блоке управления родном саха то есть очень много на самом деле роду нет комментариях конечно писали а чё там делать там все просто не просто не просто долго тягамутина но в итоге со всем справились машина ездит ряда сигарет пиковую так давайте наверное заканчивать понятно что по мотору вопросов нет по маслам наверное тоже вопросов нет да дядя сейчас тут артем задавал вопрос мы его пропустили красиво так здравствуйте какое нет они не много артемов так сейчас повторят вопрос артем повторить пожалуйста очень много дату насыпано мне моторист говорит что поршневые кольца во время работы дпс крутится так вот этот вопрос писали мне в комментариях поршневые кольца крутятся но хотелось бы надеяться что они крутятся хотелось бы надеяться что в процессе работы двигателя кольцо вращается и происходит самоочищение канавки поршня от нагара но учитывая то количество нагара которое мы видим за кольцевом пространстве в глубине канавки мне подсказывает что они не особо-то и крутится ладно условно можно предположить что компрессионные крутятся можно даже предположить что коробчатая маслосъемная крутится поверить в то что круть крутится наборные маслосъемное кольцо я не могу и кстати наборные закоксовываются вот скорее всего они не крутятся по этой причине они и залегают следующий вопрос знаешь какой будет а крутится ли клапана а там а там уже пошло да уже прям вот по поводу поршневых колец и клапанов про кольца я примерно сказал да я поверю в то что крутится условно поверю то что крутится компрессионные и коробчатые маслосъемные наборные 99 и 9 процентов ни хрена не крутится клапана конструкция стержня клапана предполагает наличие трех фиксирующих канавок то есть раньше у нас были скажем так клапана и вот этот фиксирующий паз был один сейчас их три конусной сухарик вот эта конструкция располагает к тому чтобы клапан крутился да но ты очень неправильно клапан дал не знаю получится показать износ если вы наверное если я поднесу клапан то может быть да если бы клапана крутились то износ бы клапана был равномерный видите перепад какой так вот крутится этот клапан или нет больше нет чем до алексей лишь просто кладезь информации дом советов дом советов еще бы денег столько и он скажу да утром доната высыпали вопрос на день близкий аккорд хочется снова к вам в гости бсе возьмете излечить от масла жора пробег 300 300 легко расточен вам ваш алюминиевый блок цилиндров под ремонтные поршни поменяем направляющие а их там у вас не 16 а 8 сделаем фрезеровку ваших клапанов он на том красном кирпиче все будет красиво дядь лёша вот вопрос опять вращающимся кольцам а зачем подоразводить кольца при сборке добить просто уже кувалдой по башке давайте уже чё с чем сопоставить могу сказать вот у меня был классный руководитель училища грубо конечно сейчас будет звучать но он именно так и говорил мы тоже были молодые парни и мы говорили александр васильевич зачем зачем если она потом все равно все там лучшем случае на свои места встанет а в худшем случае обращаться будет вы зачем кушаете кушайте вы зачем сейчас обед зачем вы кушаете все равно будет вот вы сейчас в обед покушайте а вечером и срать пойдете вот так условно говоря я не знаю как ответить на ваш вопрос давайте все сколько ходит бы вы игре я написал что статистики нет думаю 100 а что есть бы вы игрек предшественник начало мотор с непосредственным впрыском вы вы игрек это что у нас это двушка ременная ременная русская да это можно при некоторых условных обстоятельствах назвать чуть ли не вечным двигателем если вовремя менять на нем ремень грм если вовремя менять на нем цепочку которая сзади двигатель расположен где у нас вакуумный насос там у них очень сложной конструкции вакуумный насос с вообще нет не помню уже там короче регулятор фаз вот это все тоже механизм надо следить поршни там нормальные направляющие даже если изнашиваются на это никто никогда не обращает внимание поршни там нормальные тоже условно у них такая хитрая верхняя головка поршня не дай бог вам прозевать момент с заменой ремня грм вы увидите такие удары при столкновении поршни и клапана вот ваш клапан буквы изю загнется у нас нет такого от мультивана ты подарился давай так перескоп цепи на моторе cdb это ну на моторе 3 восьмерки это не страшно вот на вашем бы вы игрете не дай бог вам чтобы у вас порвался ремень очень много можно контент это называется контента очень много можно сделать алексей спасибо вам огромное за ваш труд и желание делиться своим опытом с нами если кольца вращаются какие силы способствуют этому если кольца вращаются какие силы способствуют встречный вопрос а для чего нужны балансиры для чего нужны балансир пока никто не может ответить но я отвечу для того чтобы гасить 3 какие-то там силы возникают вот для того чтобы и гасить придумали балансиры наверняка на поршни который совершает возвратно-поступательное движение тоже есть какие-то третьи силы которые заставляют кольца вращаться может быть это происходит при перекладке поршня там он от одной стенки стучится к другой и тем самым окольство нас пружинами вот это вот плавность перекладки от одной стенки к другой она позволяет поршню не не быть внутренней части колокольчика да я могу сказать какие силы раздувают первое и второе компрессионное кольцо то есть прям вот расширяют его относительно канавки поршни это происходит за счет давления в камере сгорания может быть может быть вот это все совокупность до перекладка поршня давление в камере сгорания третьи силы какой-то чем человечек который прокручивают скорее всего да наверно мы есть алексей здравствуйте мотор skoda kadiak 14 czda уже уже прошел 100 тысяч километров масла меня каждый семь с половиной тысяч проблем нет по перспективе если очень аккуратной эксплуатации сколько можно отходить без проблем ну czda чуть раньше процесса c это последние версии моторов я 211 там уже условно все решили все проблемы там а перестали делать эксперименты между там между тем какими кольцами нагрузить ваши поршни наборными или коробчатыми там уже есть четкое понимание что это коробчатый коробчатый наборные кольца да там уже сделали чуть послабше пружины скорее всего которые не так сильно нагружают направляющие те в свою очередь не так сильно изнашиваются доходят эти моторы ходят по 150 по 200 тысяч давать так нам они не заезжают а если к нам они не заезжают значит они ходят очень просто вы спросите вот если вы если вы нам говорите буквенное обозначение мы вам сразу тракта по этому мотору знаешь что они к нам идут если вы говорите на буквенное обозначение двигателя мы данил аки google там что-то значит они просто нам не приезжали причины попадания бензина в масло чин попадания бензина масло есть три причины три первое это самое распространенное это не герметичность форсунок подачи топлива то есть со временем а со временем это ближе к пробегу 200 тысяч форсунка теряет свою герметичность и за время ночной стоянки топлива из топливной рампы попадает в камеру сгорания естественно зазор у нас очень большие между поршнем и цилиндром кольца не помогают уплотнять и за время ночной стоянки все это благополучно стравливается поддон карта двигателя это первая причина не повторюсь не герметичность форсунка отсутствие герметичности вторая причина это не герметичность уплотнений топливного насоса то есть топливо может вот вот здесь вот через сальничек благополучно опять же попадать картер двигателя и третья причина это вы как бы то не было прискорбно это ваши короткие пробеги топливо попадает так или иначе при каждом холодном старте двигатели особенно зимой вы запускаете двигатель у вас идет супер обогащенная смесь она не сгорает камере сгорания часть ее уходит выпускной коллектор прогревая катализатор а часть к сожалению попадает карта двигателя и если вы ездите там запустили машину прогрели она у вас на холостых помолотила топлива в картер попала вы три километра до до булочной доехали до ближайший заглушили пошли хлеба купили и также обратно да у вас будет скапливаться топлива особенно это видно на машинах зимой у тех короткий тех у кого короткие пробеги поэтому три причины это форсунки это топливо и это условия вашей эксплуатации автомобилем гарантии менял поршни на пробеге 17000 километров пони его на 13000 какой мотор не уточняется уточнить какой двигатель мы как-то прокомментируем сей факт давай сигаретами с тебя последний вопрос на который я смогу блеснуть умом интересуются что за правило 3z заметил забыл замыл забыл ну ребят дядя сколько ходит ремень помпы на двигателях ген-2 пример кого есть смысл после 200 тысяч поменять все заканчиваем это последний вопрос очередь на решение ремонт большая какие сроки максимальные приезжать в комментариях уже писал несколько раз номер дмитрий алексея можно позвонить уточнить по записи алексей скажите на новый audi a6 2 литра turbo где 245 сил что за моторы как он ходит со всеми своими нюансами нюансы по низкому давлению по ущербной конструкции актерной перевычки ничего нового тот же самый мотор который мы буквально прошли трансляции собрали и для закрепления информации наверное соберем еще один поведение повторник всем спасибо здоровья ждем нас снова вот тут еще пишет большая просьба сделайте нормальный звук следующей трансляции начинали мы с нормального звука но у нас начинали звук нормально петлички все закуплено давайте так трансляция это дело такое можно сделать нормальный звук можно сделать нормальное видео но все это очень условно сколько час час нам хватило до час поработать час наших микрофонов нам хватило даже больше скажу у вас не сели батарейки у нас пошел очередной конфликт какой радиосистема плюс интернет вещание плюс трансляция это все сложно честно все все это есть да не покажу такая трень у нас есть вот у нас петлички дополнительные аккумуляторы чего настолько нет поверьте нас если бы это было как-то все прям вот как вы там вот купил петлички вставил пошел вещать нет чуть сложнее алексей юрьевич подскажи пожалуйста какое нормальное давление масло на двигателе cdn двигатели cdn который мы только что собрали мы обязательно завтра замеряем на нем давление масла и покажем в stories и покажем stories и в instagram вместе с моими свечами много контактами вот кто давление cnc которого мы собрали на прошлой трансляции 16 при 80 градусах нормальное давление нормальное рабочее давление мотора второго поколения это не меньше 1 и 2 при 80 градусов какой результат мы добились на данном двигателе мы покажем завтра в stories и программ а тут бывает такое что и показать нечего нет покажем в любом случае покажем у нас эксперимент у нас сегодня балансир и борханк мы первый раз ставим надеюсь что все срастется и дальше и продолжим работать в том же направлении все господа давайте завязывать у меня сотрудники сотрудники хотят дома до дома до хаты моторчик мы собрали давление масла завтра сделаем до время 8 часов всем большое спасибо кто смотрел кто слушал если какие-то вопросы остались пожалуйста пишите комментарии отвечу сейчас я сижу в офисе у меня есть офис и до периодически даже есть время отвечать на ваши вопросы помимо того что я там списки печатаю да есть время отвечать на ваши вопросы так что давайте давайте не стесняйтесь всем большое спасибо а вот это вот подписывайтесь ставьте лайки да 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 вот и да донат и с донатами тоже потом разберемся пошел в жопу своей крыши да как тут вот